Вредные условия труда. Как вы думаете, в вашей профессии есть вредные условия труда? Напишите, пожалуйста, кем вы работаете. Я хочу знать, какие у вас профессии. И можете написать, как вы считаете, ваша профессия вредна или нет. А я вам потом расскажу, насколько вы правы. Вот очень важно выявить вредные факторы, которые есть в вашей профессии, которые есть в вашей повседневной рабочей неделе. Выявить эти факторы и подумать, как их можно устранить. Если вы парикмахер, у парикмахеров говорят, что это проблема, две проблемы. Это проблема с ногами, первая проблема. И вторая проблема парикмахеров, то, что они частички волос постоянно вдыхают, они накапливаются у них в легких. И в итоге это приводит к тому, что у них начинаются серьезные проблемы с легкими. Вот. Элементарно. Одеваете более удобную обувь. Время между клиентами делаете какую-то разгрузку ног и одеваете на себя масочку, да? Вот обычно, как при гриппе ходят, просто защищаете свой нож, чтобы к вам частички волос, частички маникюр, частички ногтей не попадали. То есть надо понять, какие факторы на вашей работе, они влияют на ваше здоровье. Если у вас какое-то вредное производство, где вы что-то вдыхаете, одевайте респиратор. Да, люди на вас могут дико смотреть, сотрудники сначала, может быть. Потом, когда вы расскажете, как это вредно все влияет, да, потом у вас весь отдел будет в этих респираторах. То есть надо выявить те факторы, которые влияют негативно на ваше здоровье. И думаем, как можно их устранить, как можно их смештить. Бухгалтер. А сидящая работа, Оль. Вот скажи, вот ты же сидишь, да? Проси, я на ты, можно? Вот бухгалтер, ты же сидишь в основном. Давай еще подумаем. Излучение монитора. Глазки у тебя страдают? Потому что ты постоянно в него впялишься. Страдают. Туризм. Ага. Оль, дальше давай посмотрим. Ты сидишь, у тебя, знаешь, страдает шея. Так, ты постоянно вот в одном положении, да? У тебя страдает шея, у тебя страдает позвоночник. Если вот ты, у тебя сидящая, у тебя также страдают ноги. У тебя очень мало двигательной активности. Ну, если ты там не бегаешь с бумажками куда-то, да, если у тебя сидячая. Оль, скажи, у тебя сидячая работа? Сколько я знаю бухгалтеров, они все обычно много сидят. С шеей проблемой, да, сижу, да. Вот надо подумать, как это избежать. Вот, кстати, вот о том, как решить проблему в своей сидящей работе, я тоже расскажу. У меня очень сидячая работа, и я просто знаю, как... И у меня тоже были проблемы с шеей, очень серьезные, причем с рождения. И я знаю, как делать так, чтобы их убрать, как делать профилактику. То есть, Оль, тебе надо подумать, как вот укреплять, укреплять шею, да? Тебе надо подумать об заботе в своем позвоночнике. И, ну, тоже, это я во вторник об этом поговорю, как раз-таки, как это можно устранить. Вот эти вот очень полезные занятия, которые будут во вторник. Тоже перед монитором 10 часов, сидя без нормального питания. Оксана, ну, ты же вот дома с ребенком, у тебя совместные покупки столько занимают. Ты занимаешься 10 часов. Вот, да, наша проблема – это гиподинамия, то, что мы не двигаемся, мы сидим по 10 часов. Ну, Оксана, сколько я знаю, ты спортом занимаешься в этом плане. Но вот по 10 часов – это очень вредно для нас. И питания нормального нету, да? Мы экономим на себе, да? А то, что у тебя продуктивность снижается, если ты без вылаза 10 часов сидишь, ты об этом не думаешь? Чего ты там насидишь? Когда у тебя шея затекает, начинает проблему, у тебя кровь к мозгам не поступает, и все. Надо работать эффективнее, меньше, но эффективнее. Мы, женщины, мы с тобой работаем головой. Это мужчины, они работают мышцами, да? Мы работаем головой чаще всего. Поэтому нам очень важно, чтобы наша голова была в порядке. А здоровье нашей головой часто зависит от здоровья нашей шеи. Потому что если шея забитая, то кровь плохо циркулирует, и мозги хуже соображают. Потому что питательные вещества, кислорода, они просто не доходят до мозгов. Вот, поэтому да, то есть вот надо понять, что у нас. Если устранить вредный фактор не получается, поддерживаем страдающие от работы области здоровья. Если вы не можете изменить, вот такая работа, вам приходится сидеть, да? Поддерживайте свою шею, позаботьтесь о своей шее. Это было на работе. Да, да, вот видишь, как хорошо вот декрет так сам действует. Да. А вот когда вот работаете вот перед монитором, заботитесь о своих глазах, заботитесь о своей шее. Шея, плечевой пояс, да, позвоночники. То есть здесь вот есть комплекс мер, который помогает как раз-таки при сидячей работе за монитором укреплять органы. Пейте добавки, пейте витамины, которые укрепляют глаза, которые укрепляют вашу опорно-двигательную систему. Вот, дальше. Если не получается, меняем работу, здоровье важнее. То есть часто бывает, ну, здесь у вас как бы не такие критичные, но вот Оксана сейчас вообще, она, да, занимается собой, молодец. А вот Ольга, да, у тебя же нравится твоя работа, она хорошая. Ты понимаешь, что в принципе большого вреда для здоровья она не приносит. Ты же там парами химикатов не дышишь там и прочими вещами, да? То есть, ну, просто ты можешь подкорректировать, укрепить те органы, которые у тебя страдают, те части тела, которые у тебя страдают. Но те, у кого кто понимает, что на работе теряют очень много здоровья, лучше, конечно, поменять, потому что есть много других работ, специальности, где вы можете быть постребованы, где у вас все будет хорошо. Многие могут сказать, как же так, я больше ничего не могу, я вот только вот здесь вот столько проработала и так далее. Ну, если у вас уже все плохо, вы уже все разваливаетесь, да, и вы пронизировали и поняли, что это все от вашей работы, я не говорю, что там, если работа связана там с нервным напряжением, да, то с этим можно поработать, как бы там можно устранить. Но если вот, опять-таки же моя любимая сестра, да, она работала коком на танкере. Она постоянно дышала нефтяными парами. И, да, с легкими тоже у нее, не только с легкими, там у нее вообще совсем были проблемы, тоже долго ее отхаживали после этого, с трудом ее туда уволили, потому что она боялась просто, что, хотя у нее высшее образование психолога, сейчас она работает у меня в консультантном. Вот Ирина Гор, да, это моя родная сестра, которую я забрала с танкера. Она с высшим образованием психолога, причем с опытом работы, но так получилось, что вот тамшки не сложилось, и она пошла работать коком в портовом городе, да, получала, она не хотела уходить, потому что у нее там была стабильность, стабильная зарплата, ей устраивало график работы неделю, через неделю. Но после того, как она туда ушла, она смогла и похудеть, еще, конечно, не полностью, но она значительно похудела, значительно укрепила свое здоровье, перестала болеть, то есть как бы все на лицо. Поэтому, да, нам не хватает сил и уверенности иногда решиться, но бывают моменты, когда это необходимо сделать. И даже не в том вопрос, да, что мало зарабатываешь на работе, да, еще, если работа приносит удовольствие, то можно как бы не смотреть на то, что мало денег она сверху приносит. Но когда работа гробит здоровье, вот здесь вот все-таки надо задуматься. Но это как бы моя точка зрения, а это уже ваша жизнь, и вам решать, что вы будете с этим делать.